Всем привет, Панкратс на связи, и сегодня у меня наконец-таки на обзоре Крымский Крафт, село Суворовское, улица Евпаторийская, Сакский район, ООО Крымский Крафт. Кстати, меня позабавил размер уставного капитала, вот этого ООО Крымский Крафт, аж 1 миллион рублей, что совершенно не свойственно для крафтовых различных пивоварин, небольших производств и всего такого. А тут аж 1 миллион рублей. Юридическое лицо было зарегистрировано в 2017 году, уж когда запустилось производство, извините, не знаю. Почему я хотел это пиво себе на обзор, но все никак не мог? Да потому что оно продавалось только в Крыму, а в Крым надо было ехать, а туда я ехать не собирался. И тут вдруг, совершенно случайно, аж в самом центре Москвы, недалеко от метро Новокузнецкая, в магазине, в обычном винном магазине, я нашел вот эту вот целую батарею по достаточно любопытной цене для, казалось бы, простецких стилей, которые обозначены на этикетках. По 179 рубликов за бутылочку 0.33 я взял всю вот эту вот партию. И знаете что? Почитав описание, мне это немножко напомнило пиво Кабота. Помните, которое у нас было на обзоре, итальянское пиво с Юрой, где тоже, казалось бы, были на этикетках обозначены классические сорта, но, когда ты начинаешь его пробовать, понимаешь, что здесь есть какие-то определенные отхождения, нишечки, фишечки, которые только лишь приукрашают вкус и возносят этот напиток на новый какой-то уровень понимания. Здесь, я надеюсь, будет все то же самое. Я специально прокручу этикеточки, специально пробегусь по описаниям, чтобы вы это поняли. Погнали! Ну а начинать будем с чего-нибудь попроще. Якорь легкая, салатистый цвет, яркая хмелевая ароматика с цитрусовыми и фруктовыми нотками обусловлены поздним внесением хмеля и двойным сухим охмелением. Чистый салатовый характер, специальный, премиальный бельгийский салат-бисквит приносит во вкус легкие тона печенья бисквита. Применение особых дрожжей позволяет вывести на первый план хмелевой и салатовый характер пива с низким уровнем эфиров. Вкус легкий, нежный, наполненный апельсинами, грейпфрутами с оттенками хвои. После вкуса и салатовое, сухое и освежающее, с отголосками приятной горечи. ТТХ следующий, алкоголь 4,5, начальная плотность 11. Вот такое вот незамысловатое описание. Берем молоточек, открываем и наливаем. Ну и давайте посмотрим, поглядим, что же у нас есть в бокале. В бокале достаточно приятный, легкий такой лимонно-цитрусовый отлив, мутноватенький. Напиток сам по себе с небольшой белой пеночкой. Такой каймой, идущий по кромкам бокала, по краям бокала. И снизу вижу, что бегут, бегут пузыречки. Их немного, но тем не менее, они в наличии. Но! Больше всего меня заинтересовал аромат. Он какой-то при открытии бутылки был совсем неоднозначный. Давайте приблизимся к нему уже поконкретнее. Вы знаете, действительно вылезают легкие цитрусовые оттенки. Прям цедровые такие оттенки, я бы сказал. И это в некотором роде тормозит меня, поскольку они немного перемещаются, как мне кажется, с небольшим таким дрожжевым посылом. И в общем и целом картина складывается понятная, но не совсем моя. Вот это сочетание, по крайней мере по запаху, не совсем мое. При этом отсюда сквозит предельно понятная свежесть. И в данном контексте я, наверное, буду рассматривать сей напиток. Давайте его пригубим. Хотелось бы со 179 рублей чего-нибудь поинтереснее. Вот это вот заигрывание крафтовых пивоварен с лагерами, оно, конечно, имеет место быть, но, блин, не за 179 рублей. Я, конечно, понимаю, что это не кипичный такой лагерь из магазина, но, знаете, это такое нечто домашне сваренное. Вот как домашние пивовары начинающие такие вот варят. Вот это примерно то же. Да, я хочу подчеркнуть, что здесь чувствуется хмелек, что здесь чувствуется некий такой цитрусовый посыл, очень легкий такой, поволок, растекающийся по вкусовым сосочкам. Но, тем не менее, это не совсем тот вкус, который мне бы хотелось получить из бутылки, тем более бутылки 0.33. Я не знаю. Еще меня немного напрягает такая конкретная перецодвашенность этого напитка, потому что вливается он вам в ротовую полость, прямо с таким конкретным шипением, прямо как будто, знаете, в воду бросили витаминку растворимую, она вот это вот пошла, забурлила. И здесь такое же, то бишь, весь основной посыл вкуса, он вливается к вам на язык не с жидкостью, по сути, да, а с пузырями. И вот это вот сочетание, оно, как мне кажется, не совсем приятно, не до конца докручено, не до конца сбалансировано. Как-то так. Повторюсь, что при этом напиток отчетливо прям уходит в хмеля, но, знаете, на остатки они немножко выпирают вот этой мокрой, с жеваной бумагой, и сочетание получается не до конца таким приятным, что ли. Ты вот обычно хочешь лагерь в себя втащить, особенно первый, особенно вот придя такой весь с метро, вот это вот все испарено на лбу, и такой вот ты открываешь и начинаешь тягивать первые глотки, и тут на тебя вот это пенище, потом некий такой хмель с жеваной бумагой, и где-то там цитрус. Но для меня, в общем, это немножко сложно для восприятия, я бы себе во второй раз подобный лагерок не взял, и уж на постоянку бы точно его брать не начал. Возможно, если он постоит, и все вот это дело подвыветрится, тогда баланс начнет проявлять сам себя. Но вы же понимаете, что это, это легкое, светлое пиво. То бишь оно должно быть хорошо охлажденным, вы должны его открыть, и сразу же, мгновенно, ставив вот это вот горлышко себе в бензобак, опорожнить бутылку. Ну, чтобы получить такое примораживание мозга и все остальное, что мы любим в светлом, легком пиве. А тут как-то не получается. Тут, во-первых, приходится пропускать через себя вот эту перецодважность, а потом вдумываться во вкус и как-то понимать, а приятен ли он тебе, а приятен ли он тебе до конца, а приятен ли он тебе настолько, чтобы во второй раз обратиться к данной бутылке. Для меня, пожалуй, это не совсем приемлемо, не совсем уместно. Если пиво легкое, то я вот хочу его понимать тупо в лоб, а не прогонять через себя вот эти вот пузыречки. Идем дальше. Дальше у нас еще одно светлое легкое пиво с цифирью на конце. Якорь-лагер номер один. Пиво сварено в соответствии с патентом Евросоюза чешское пиво. Консультант, главный пивовар и владелец пивоварни Кутна Хора Милаш Грабак, Чехия. Условием производства пива чешского типа является использование не менее 80% утвержденных сортов ютуба. Печменя и не менее 50% хмеля из Чешской Республики. При варке нашего лагера номер один мы использовали 100% чешского премиального соуда Рейвен и 100% чешского тонкоароматного хмеля СААЗ, урожая 2018 года. А воду для варки подготовили по параметрам воды из города Пльзень. Варка производилась традиционным чешским двухотварочным методом, а созревание при лагерных температурах длилось долгих 10 недель. ТТХ следующий, алкоголь 5%, начальная плотность 13%. И знаете что, заигрывание вот с этими цифирями лично мне напоминает Афанаси. Прекрасную пивоварню Афанаси, которая тоже любит ставить цифры. Живое номер один, там вот это пшеничное номер два, марочное номер три и так далее и тому подобное. Возможно, это как бы у ребят такой посыл на будущее. Они наподобие Шнайдер Вайса будут делать лагер номер два, лагер номер три и лагер номер четыре. Это чисто порядковые номера, но не имея в линейке каких-либо моментов для сравнения лагера номер один, это лишь мои предположения. Открываем и наливаем. Ну и давайте поглядим, что же тут наплюхалось в наш бокальчик. И вы знаете, по сути, это такой побратим предыдущему экземпляру. Единственное, он более мутный. И вот эта большая мутность придает ему больше сексуальности. Ибо цитрусовые тона, мутность, все вот это вот, это, конечно, любо-дорого глядеть. Давайте понюхаем. А тут совсем какой-то неоднозначный запах. Прямо настолько неоднозначный, что возвращаться к нему второй раз не хочется. Прямо такие мощные дрожжики пышут из бокала. И это вот уже действительно такое, знаете, домашнее, домашнее пиво начинающего пивовара, которое, ну, наверное, на каких-то моментах и этапах и периодах жизни имеет место быть. Но, не знаю, я вот за этот запах уже не готов платить 179 рублей. Такой он себе, такой, чем-то, знаете, забродивший квасец напоминается. Самым его, таком, хорошим проявлением. И вот это, вот это да. Вот это вот примерно оно. Ну ладно, давайте попробуем. И здесь что-то такое прям с балансом у этого напитка. СО2-хи уже, как таковой, нету. Есть намек на хмель. Опять же таки, в виде мокрой, жеваной бумаги. И, но при этом, горечь от нее продолжает держаться на языке. Горечь держится. Пиво пустое. Проливное, легкое, практически безвкусное. Ну, может быть, там солодок какой-то плюс-минус. Но вся вот эта водянистость, которая проходит через тебя и мгновенно растворяется в организме, она понятна. А вот хмель, остающийся на языке и дающий послевкусие в мокрую, жеваную бумагу, это как бы, ну, знаете, такое. И тут вот сто раз подумаешь, а будешь ли ты пить такой лагерь? Зачем вот эта вот хмелевая направленность в лагере номер один, такая прям явная, мне не совсем понятно. Я вот сидел еще как-то принюхивался, пробовал по чуть-чуть, и вы знаете, мне кажется, вот в данном случае добавить мне вот так вот быстро всему тому, что я сказал в самом начале, уже нечего. Поскольку я сделал раз глоток, два глоток, три глоток, и на каждом глотке эффект один и тот же. То бишь, солодовость пролетает, хмель остается, и бумажка на конце. Ну, не знаю, в виде эксперимента, наверное, можно попробовать, но для меня это такой совсем непроходной вариант, непроходной в каком смысле. Я бы не стал его бить на постоянку, брать много. И вот после моего сегодняшнего интереса, если я где-то увижу, то я его тоже не возьму. Ну, такой для меня достаточно сложно воспринимаемый напиток, ибо вроде лагерь, лагерь должен быть простым. Если уж добавлять и хмель, то хмель должен быть понятный, хмель должен идти в стыке с солодом, а не с какой-то такой домашней брашкой-закваской, которая имеется здесь. И, ну, вот не так вот он должен стоять на языке, и для чего это вообще надо, я как-то не понимаю. Да, ну, вот он, ну, стоит, да, ну, вот ты чувствуешь эту хмелевую горчинку, чувствуешь эту бумагу, но она не какая-то ярко выгрожена, она не подыграна какими-то вкусами изнутри, она ничем не обыграна, это просто, ну, вот горечь, ну, стоит горечь, ок. А все, все основное, все основное просто пролетело внутрь организма, и забылось, и потерялось. Я, наверное, бы тоже это не посоветовал никому, разве, естественно, только из интереса, любопытства, если вы находитесь в Крыму. Ну, и, наверное, от безысходности, поскольку, насколько я знаю, это единственная пивоварня в Крыму, да и с крафтом в пиве как-то, в Крыму как-то не очень. Поэтому, ну, только лишь, вот только лишь из-за этих моментов. Ладно, идем дальше. Далее вертаемся в сторону цвета. Якорь красная, красивый красный винный цвет создается щедрым добавлением премиальных специальных саладов. Они же отвечают за формирование тела пива, плотного и сбалансированного. Союз редких новозеландских и австралийских сортов хмеля урожая 2017 года обеспечивает взрыв необычных вкусовых и ароматических ощущений. Во вкусе тропические фрукты, маракуйя, цветочные ноты, нежные пряности. ТТХ следующее. Алкоголь 5%, начальная плотность 13%. Поняли, да, как все должно быть красиво? Поэтому берем молоток, открываем и наливаем. Забавный момент. Казалось бы, выпил я всего, ну, наверное, около 0.33. А в промежутках, вот когда я бегаю мыть бокал, там, приношу пиво из холодильника, ну, как это... Парю вот этим вот воздухом, как пароход. Пум-пум-пум-пум, пары выходят, ну, знаете, как мультик. И здесь вот то же самое. Ну, то есть, ну, куда? Ну, куда столько вот этого вот всего? Перец-СО2-шность явно. Смотрим, что такое красное на просвет. Красное на просвет – это... Некрепкий черный чай. Если вот так вот сделать. Квас. Ну, что-то такое, конечно, отдает в красноватый отлив. Но это только лишь оттенок. Это вот так отдает. Это не прям явно. Ну, да и бог с ним. В общем-то, не цветом одни. Давайте понюхаем. А вот тут уже интересно. Тут идет какой-то такой сухой древесный отлив. Уходящий даже, наверное, в какую-нибудь небольшую винность. Прям явно вот этот портвишок тут не может выделяться тупо по градусам. Да, но... Такой какой-то достаточно приятный, освежающий деревянный отливец наблюдается. По запаху вот в данном случае у меня вопросов нету. Потому что над ним можно реально позадумываться, попридумываться. Я думаю, каждый в этом запахе найдет какие-то свои вкусовые оттенки. Потому что, ну, вот тупо основополагаться на том, что я сейчас сказал, бессмысленно. Если вы поднесете это пиво к своим ноздрям, я уверен, каждый из вас найдет в нем что-то свое. Я просто периодически читаю описание в Антапте и вот так вот думаю, поражаюсь. Ну-ка, откуда, откуда там ананас? Вот откуда, откуда он там нашел ананас? А нашел. И, возможно, вы найдете здесь ананас. Давайте попробуем. Ну вот. Это уже неплохо. Единственное, только меня немножко напрягает вот этот вот, вот эта хмелевая прослойка, которая сквозит уже в третьем пиве. То есть она тупо прям утрамбовывается на язык, лежит на нем и никуда не собирается уходить. Я не понимаю, зачем в красном пиве нужен вот этот вот такой вот прямолинейный хмель. Ну, можно было как-то обыграть в нюансах, в чем-то еще. Потому что вкус, казалось бы, интересный, но в данном случае ему в противовес идет вот этот вот хмель, который железобетонной плитой ложится на ваши вкусовые сосочки и стоит. Не дает протиснуться всем остальным оттенкам, которые в данном конкретном экземпляре, как мне кажется, имеются. Как имеется и присущая уже данной конторе перецодважность. Можно было сделать ее поменьше. Потому что опять, ну, ты вливаешь пиво, в себя пиво. Оно, конечно, здесь уже идет не просто пузырями, а знаете, как бы жидкость. Ну, ты так по жидкости чпоньк и такой взрыв случается. В общем и целом, казалось бы, это пиво надо пить размеренно, смакуя, как-то сидя в ресторане, да. Но смаковать его не получается именно вот из-за этой перецодважности. Как бы по нему язычком так чпоньк-чпоньк-чпоньк, а он пшшшшшш, и все. И практически нету его. Не почему чпонькать. Вот одни пузыри остались. Поэтому надо пилить. Надо пилить третью бутылку, надо брать пилу и пилить. Но хочу сказать, что вот этот экземпляр получился весьма интересным, спокойным, таким ровным Но, повторюсь, я не понимаю, зачем опять сюда вот этого хмеля навалили Надо как-то было сбалансировать все-таки вкус и вот эту горечь Ну, я не понимаю, зачем? Зачем? Если кто-то пробовал из вас это пиво, объясните мне, пожалуйста, зачем? Я не знаю, что добавить, повторяться мне уже хотел сказать слово на ло Да, но хочу сказать, что надоело, скажу, что надоело, идем дальше А дальше выныриваем из черного красного чая-кваса и возвращаемся к чему попроще Якорь пшеничная, пиво соломенного цвета, освежающее и вкусное Варится с использованием пшеничного ячменного саладов Цедры, грейпфрута, апельсина, кориандра и специй Имеет прямую пшеничную ароматику, умеренные цитрусовые нотки Легкая кислотность и пряность присущи этому пиву И достигается за счет применения специального штамма бельгийских дрожжей ТТХ-шечка следующая, алкашка 4,7%, начальная плотность 12% Ну и само это чего попроще себя не нальет Поэтому берем молоток, как говорится, а дальше по тексту И что мы видим в бокале? Тут налилось, знаете, как-то даже для меня подозрительно Поскольку на финальных мгновениях налития я тупо вот так вот наливал пиво в бокал Ну то бишь, если это пшеничка, пшеничка должна была бы дать красивую белую пенную шапочку А мы ее не видим, мы видим здесь цвет, аналогичный лагеру номер один Это, ну, такой сексуальный мутняк, но я вижу, что в нем есть определенный взвесь И он без пены Странный, конечно, эффект для пшеничного, но давайте его проверим на нос Ну и тут опять все вот эти эпитеты маркетологические, которые были в описании, они неуместны Поскольку, по сути, из этого напитка прут тупо дрожжи, тупо дрожжи, такие бражные дрожжи И где-то внутри, в Толику, мизинчик маленького ребеночка Скрывается все то, что напридумывали пивовары сами для себя Мне как бы боязно, но давайте попробуем Опять мощнейшая СО2-ха Кислинка здесь выпирает Ну и практически ничего от классического Вайцена Возможно, это какое-то крымское прочтение пшеничного пива И оно имеет место на жизнь, и, возможно, я просто гоню Но пить это сложно Пить это сложно во всех отношениях, поскольку ты ждешь несколько иного От пшеничного пива А здесь соплетено просто несколько катастрофических моментов Во-первых, момент номер один Когда вы подносите бокал к лицу и хотите начать процедуру употребления Вам в нос бросается вот этот вот кисловатый, дрожжеватый, бражный оттенок Который совсем не располагает к знакомству Далее вы выбиваете У вас на входе тут же образуется облако пузырей Которые пролетают к вам в организм Не оставляя на поверхности практически ничего, кроме кислинки Кислинки и опять же все той задолбавшей Что? Бумаги Да И, ну, соцветие такое, знаете Ну, то есть сплетение Корневина, я не знаю Такой биологический вид таков Что обычно с газонов его стараются выкашивать Выкашивать И вот здесь вот я бы тоже дал совет Что надо это пиво либо конкретно допилить Допилить Вот прям вот допилить-допилить Либо скосить его Вычеркнуть из линейки И, ну, не позориться Ну, потому что это что-то с чем-то И сбоку бантик Это, пожалуй, самое неоднозначное пшеничное пиво Которое я пил за последнее время Прям капец какое Неоднозначное И от этого даже весело, вы знаете То есть вот в памяти В памяти сто пудов Сто пудов Останется Якорь, Крым И все такое Ну, да ладно Не будем долго задерживаться и на этом напитке Идем дальше Ну и в завершении мы ныряем в темноту Подворотен Якорь легкий стаут За темный цвет в этом пиве отвечают специальные бельгийские карамельные кофейные жженые салада и обжаренные зерна ячменя Кремовую стойкость пива увеличивает обжаренный пшеничный солод Охмеление премиальными классическими европейским хмелем на первых этапах варки в сочетании с действиями жженых саладов придает ожидаемую для классического стаута хмелевую саладовую горечь Плотная кремовая пена, кофейный аромат, во вкусе горький шоколад, кофе, карамель После вкусе венчает приятная жженая горчинка ТТХ следующий По башке 4,5 Экстрактивность 11 Вынырнули, в руках молоток Держим темноту подворотен в руке Открываем, наливаем Очень красиво описали пивовары это пиво Очень красивая картинка на сайте Прям вся такая с пенной шапочкой, со всем остальным У меня и допускают, да, что есть огрешности по бокалу Но, тем не менее, здесь нет и намека на какую-либо пенную шапочку На просвет это нечто такое кофейно-шоколадное Не совсем прям уж темная ночь, поскольку по краям все-таки пробиваются определенные проблески, дающие тон Да и сверху, да и сверху, если смотреть, это не совсем ночь-темная ночь Это что-то из разряда, ну, квасов, но таких только, таких нормальных, таких квасов сброженных, таких конкретно капитальных Вот, но дайте понюхать Ну, что сказать Как бы шоколадочка небольшая есть, кофеечек, какао, какавка, как бы тоже наличествуют Но это настолько просто, настолько непримечательно, настолько непрезентабельно Что, мне кажется, вот эти вот самые описания на сайте придумал какой-то прям конкретно нанятый человек Которому дали какое-то конкретное задание, да То есть, этот человек, наверное, не пробовал то, что он описывает И это интересно Это, конечно, интересно То есть, это некое литературное произведение в отрыве от реальности Потому что здесь Ну, я не знаю, если вы смотрели ролик про ташкинский крафт То в каком-то определенном роде мне крымский крафт напоминает ташкентский Поскольку с ним можно провести такую явную параллель По непопаданиям в стиле По разночтениям в каких-то вкусовых балансировочных моментах И вот здесь вот это, ну, тоже что-то такое Я, конечно, могу ошибаться И могу предполагать, что это пиво надо пить абсолютно только свежим Вот как только вы его разгрузили, разлили Из пивоварни, я имею в виду И вот надо сразу же наливать И только тогда, вот в этот момент Вы почувствуете распрекраснейший вкус напитка А вот если, например, эта банка была произведена В... Когда-то там в середине июня А, нет, это дата... Да, в середине июня 2020-го А сейчас на дворе конец августа То это уже совсем не то А это не поймете И это полное-полное, как бы полное Да, гэ То... Ну, я не знаю Возможно, конечно, в этом тоже есть только истины Но... Если в магазине продается И если срок годности соответствует заявленному на бутылке А он соответствует То, наверное, вкусоароматические характеристики Тоже должны соответствовать в течение срока Но в данном случае Вот я не знаю Ну, такой кофеек-шоколадка На минималках Пробуем И да, мне это немного напоминает ташкентский стаут Поскольку это вкусы по классике Это кофе Как я уже сказал Это шоколад И... И все И... Ну... И это все настолько На поверхности То есть, знаете, казалось бы От стаутов обычно ждешь какого-то такого более глубокого погружения Я, конечно, понимаю, что это легкий стаут И, возможно, я перебарщиваю со своими эпитетами и описаниями Но мне даже от легкого стаута, наверное, хотелось бы Какого-то больше интересного вкуса и баланса Хотя Если его сравнивать с каким-нибудь баночным Чоколад стаутом Который идет в Россию Да, вот этим вот Водянистым и всем таким То в этом разрезе может быть и нормально Но, опять же, вот этот СО2-60 Который я хожу газом и пышу, как пароход Меня немного напрягает Но, в общем и целом Если смотреть правде в глаза и быть объективным То стаут, пожалуй, один из Мне кажется, самый лучший напиток в серии В той серии, которую я сегодня взял То бишь, если бы мне пришлось в Крыму Столкнуться с данной компанией И довелось бы попробовать стаут Я бы его брал Он, в принципе, легкий, в принципе, на минималках В принципе, понятный И Ну, тут можно, конечно, придираться в нюансах Во вкусовщине в какой-то Но все это дело настолько индивидуальное И Быть тут каким-то таким вычурным бергиком Мне кажется, не надо Ну, приехали вы на отдых Нашли стаут Хорошо, что нашли Наслаждайтесь, дорогие мои друзья Поэтому, если резюмировать, то Вот эта вот самая бутылочка, пожалуй, фаворит из сегодняшней пятерки Далее у меня идет Ну, вот эта красная рубиновая Квас там, черный чай И так далее Потом А потом, я даже не знаю Потом мне не нравится ничего Ни пшеничная, ни лагер Ни вот эта светлая В общем, такое достаточно дилемма у меня сегодня Ибо ожидал я большего Особенно, когда ознакомился с описанием напитка Думал, вот сейчас я такую каботу вижу Русскую Такую русскую каботу Ну, получилось что-то такое, знаете Что взяли с кранов пляжных разливаек крымских И немного облагородив в контексте формы В контексте тары Предание дизайна Выдают за некое пиво ручной работы Хочется сказать в данном случае Что работать руками надо лучше Я никого не хочу обидеть в данном случае Я радею лишь только за то, чтобы ребята развивались У них все было хорошо Но надо как-то пробовать конкурентов Пробовать классику И приближаться Стремиться Стремиться к ней Поскольку все, что я сегодня попробовал Это, ну вот, к классическим сортам Которые в таких красивых этикетках Можно было бы разлить в бутылки По 0.33 Но это вряд ли Вряд ли И соотношение с ценой тоже Вряд ли Вряд ли Такие дела Ну а с вами в очередной раз был Аркадий Панкрат Спасибо всем тем, кто досмотрел данное видео до конца Подписывайтесь на мой канал Ставьте пальчики вверх Отмечайтесь в комментариях И смело тыкайте в колокольчик Чтобы первыми узнавать о новых выпусках Не забывайте также про мой инстаграм Там бывает чаще Как видите, про свою группу ВКонтакте я уже почти забыл Работы много До новых встреч Пока И да пребудет с вами пиво